Приветствуем всех у нас на канале! Сегодня в выпуске следующие новости. Анонсирована новая игра по серии Five Nights at Freddy's. В Microsoft прошла крупная волна сокращений. Появились подробности обновления 2.0 для Ханкаиста Рейл и многое другое. В сеть слили трейлер новой части серии хоррора Five Nights at Freddy's с подзаголовком Into the Pit. Спустя некоторое время после утечки автор франшизы Скотт Коутон официально подтвердил достоверность ролика и поделился некоторыми подробностями. Так, разработкой тайтла занимается студия Megacat Studios, известная по WrestleQuest. Это будет проект в жанре сайдскроллер в ретро-стилистике. Запуск Into the Pit приурочат к десятилетию серии, отмечающемуся в текущем году. Никакой дополнительной информации, включая более точную дату запуска, пока нет. Embracer Group проводит новые сокращения. В этот раз процедура реструктуризации затронула студию Black Forest Games, дочернюю компанию THQ Nordic, в первую очередь известную по таким проектам, как Destroy Humans и Destroy Humans 2 Reprop. Согласно информации, поступившей от издания к атаку, в команде произошло увольнение около 50% всего штата из приблизительно 110 человек. Журналисты отмечают, что свои места сохранят креативные директора и большинство менеджеров. Напомним, на данный момент Black Forest Games занимается разработкой проекта Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin, вдохновленного одноименной серией комиксов и впервые представленного в марте прошлого года. Paradox Interactive анонсировала следующее контентное обновление под названием Trail of Allegiance для стратегии Hearts of Iron 4. В рамках наполнения должны появиться три национальных дерева фокусов для Бразилии, Аргентины и Чили, обновление 3D спрайтов для юнитов бразильской армии, 2D изображения деревьев и юнитов национального фокуса, 6 новых песен по 2 для каждой страны в наборе и озвучка на бразильском-португальском, аргентинском-испанском и чилийском-испанском языках. Релиз обновления намечен на 7 марта. Оркестровые концерты The Legend of Zelda и Splatoon станут доступны для просмотра онлайн. Официальный анонс состоялся на странице американского подразделения компании Nintendo в Twitter. Согласно информации, Zelda Orchestra опубликуют на платформе YouTube на канале Nintendo 9 февраля, а Splatoon 3 Deep Cut появится там же, но на следующий день, 10 февраля. Оба концерта предзаписаны заранее. Напомним, изначальные премьеры каждого шоу должны были состояться в текущем месяце в Токио, одновременно с киберспортивными турнирами Splatoon и Mario Kart 8. Однако, компании пришлось отменить проведение всех мероприятий из-за получения постоянных угроз в адрес сотрудников, участников и зрителей. Разработчики мобильной ритм-игры Love Live School Idol Festival 2 Miracle Life объявили о релизе глобальной версии тайтла. Согласно анонсу на странице авторов, она станет доступна за пределами Японии в феврале. Более точные сроки пока не называются. Примечательно, что вместе с информацией о запуске, создатели тайтла также сообщили, что 31 мая сервера игры по всему миру будут полностью закрыты. Это касается и японской версии. Никакой информации о причинах такого решения авторы не указали. Однако, в те три месяца, что игра будет доступна для скачивания, в ней продолжат работать микротранзакции. Напомним, оригинальный запуск проекта состоялся в Японии на iOS и Android в апреле прошлого года. Microsoft объявили об увольнении в своих компаниях. По словам главы игрового подразделения Фила Спенсера, в студии прошли масштабные сокращения, затронувшие 1900 человек в Blizzard, Zenimax и Xbox. Это составляет примерно 8% от общего штата Microsoft. Помимо этого стало известно об уходе президента Blizzard, Майка Ибары. Он оставит компанию после 20 лет работы. Вместе с ним также свою должность оставит и один из основателей студии, Ален Адхам. Еще было объявлено об отмене разработки проекта в жанре выживания. Тайтл по новой вселенной создавался как минимум с 2018 года. Причиной этого назвали указанные выше масштабные сокращения. Студия Resolution Games, известная по проекту Dimeo, анонсировала новый тайтл. Команда объявила о начале разработки официальной игры по франшизе Dungeons & Dragons в формате виртуальной реальности. Партнером по производству тайтла выступит компания Wizards of the Coast. Никаких подробностей о тайтле на данный момент не раскрывают, однако отмечается, что помимо VR-версии, игра также может получить адаптацию для других платформ. Официальный анонс ожидается в ближайшем будущем. Студия Netidog сообщила дату премьеры документального фильма Grounded 2, посвященного разработке проекта The Last of Us Part II. Лента станет доступна для просмотра на канале разработчиков на платформе YouTube 2 февраля. В этот же день для ремастера проекта выйдет специальный патч, с которым в него добавят фильм в качестве дополнительных материалов, а также новые скины для Элли и Эбби. Напомним, в рамках картины Netidog расскажут о создании дизайна и сценария, масштабной утечке данных по тайтлу и многое другое. Аналогичный фильм по первой части идеологии вышел в 2014 году. Авторы Suicide Squad Kill the Justice League выпустили новый трейлер. Ролик посвятили демонстрации бонусного контента, входящего в делюкс издания тайтла. Среди них ранний доступ с возможностью начать играть 30 января, набор костюмов, Чудо-женщина на Харли Квинн, Красный Колпак для Дэдшота, Супермен для Короля Акул и Флэш для Капитана Бумеранга, три оружия черной маски, куклы-оружие Squad Golds и жетон премиального боевого пропуска для любого сезона на выбор игрока. Напомним, релиз Suicide Squad Kill the Justice League ожидается 2 февраля на ПК, Xbox Series и PlayStation 5. Компания Ubisoft представила дорожную карту сезона для Skull and Bones, а также поделилась информацией касательно эндгейма тайтла. Так, первый сезон получит название Бешеные приливы, второй Хорхауса, третий По следам дракона и четвертый Тени Голбин. В рамках каждого из них будут проводиться сражения против легендарного капитана-соперника. Также вместе с ними будет появляться большое количество мировых событий, возможностей захвата территорий, сезонных наград и многое другое. Эндгейм же сосредоточится на взятии под контроль локальной промышленности, к примеру, контрабартных маршрутов и многого другого. Напомним, релиз Skull and Bones намечен на 16 февраля для ПК, Xbox Series и PlayStation 5. Хоррор Until Dawn пропал из продажи в магазине PlayStation Store на консолях PlayStation 4. Согласно официальной информации со страницы тайтла, он больше не доступен для покупки. Разработчики Supermassive Games, а также сама Sony, причины такого явления не сообщили. Однако журналисты предполагают, что это может быть подтверждением появившейся на днях слухов о подготовке ремастера тайтла. Напомним, 24 января известный инсайдер Билл Билл Кун сообщил, что Until Dawn получит версию для PlayStation 5 и ПК. Он также отметил, что нос должен состояться в течение ближайших 15 дней. Никаких официальных комментариев по поводу данной информации не поступало. Владельцы консолей Xbox Series из региона РФ массово сообщают о проблемах с подключением к сети, а также ряде других ошибок. Из-за них консоль теряет возможность подключаться к сервисам Xbox и скачивать программы. Согласно комментариям, наиболее часто ситуация возникает на девайсах, где ранее вручную менялись DNS-серверы. В сети уже появилась инструкция по исправлению неполадок. По ней пользователям предлагается удалить данные DNS и повторно ввести те же самые. В некоторых случаях эти действия помогли. Microsoft ситуацию никак не прокомментировала. Sony назвала точную дату релиза ПК-версии Horizon Forbidden West Complete Edition. По информации в блоге компании, проект появится в Steam и Epic Games Store 21 марта. Вместе с анонсом выпустили специальный трейлер, в котором продемонстрировали некоторые особенности порта. Среди них поддержка ультрашироких мониторов, технология Direct Storage и методика масштабирования изображения DLSS 3, FSR и XEAS, возможность игры без ограничения фреймрейта, а также полная совместимость с контроллером DualSense. Предварительные заказы уже открыты по цене в 50 долларов. Напомним, оригинальный релиз Horizon Forbidden West состоялся в феврале 2022 года, эксклюзивно на PlayStation 5. Завершился стрим разработчиков Hankei Star Rail, посвященный обновлению 2.0. В рамках трансляции пользователям представлены нововведения, которые появятся в игре вместе с патчем. Среди них новые ограниченные ивентовые баннеры. Так, в первой половине будут Черный Лебедь и Реран Дэнхэна Пожиратель Луны. А во второй половине станут доступны Искорка и Реран Дзенюаня. Среди событий заявлены Hanus Prison Break, в котором игрокам предстоит сбежать из тюрьмы. За участие в нем можно будет получить бесплатного 4-х звездочного персонажа на выбор. Ограниченное событие Dream Chaser Bulletin, где потребуется выполнять различные миссии и задания по исследованию. Боевой ивент DreamJolt TV и Pinaconi Food Test. В нем потребуется собирать уникальные ингредиенты и обменивать их на различные награды. Помимо этого, ожидаются 20 ивентовых круток. 10 будут выдаваться в качестве награды за вход и еще 10 подарят зеленоразово за запуск глобального обновления, новая миссия освоения и задания компаньонов. Еще ожидается появление двух новых сетов артефактов, доработки интерфейса прокачки реликвий, улучшение интерфейса профиля игрока, возможность отслеживать задания основной сюжетной линии и многое другое. Релиз обновления ожидается 6 февраля. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Не забудьте подписаться на канал, если этого еще не сделали, а также оставляйте лайки и комментарии с вашим мнением по новостям. Напоминаем, что у нас есть канал в ТикТок, где 2 раза в день у нас выходят короткие сводки новостей, и группа в Телеграм, где доступен весь наш контент. Ссылки на них в описании под видео. Там же ссылки на наши страницы Boosty Donation Alerts, где мы запустили сбор пожертвований на новый микрофон, для повышения качества звука в наших роликах. Будем рады любой помощи. Большое спасибо и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова